Иисус говорит Своему Отцу Небесному Дело, которое Он поручил нам исполнить. Если уж Иисус так сказал, значит это верно. Песни это хорошо, песни это очень хорошо. Мы любим славить Бога, но это не самое главное. Иисус сказал здесь не о песнях, Он сказал о том деле, которое Бог Ему поручил. Я не умоляю песни, песни это классно, это все на своем месте. Но кроме того, чтобы петь, Бог нам что-то поручает, когда Он нас призывает, потому что Он нас призывает для цели, для определенной цели. Одна цель, конечно, это наследовать Царство Божие, это мы понимаем, но это по благодати, это по милости. Мы не можем своими силами ничего заслужить, чтобы попасть в Небесах. Но совершить дело, это то, что Бог предназначил нам. И очень важно знать это дело и действительно совершать. Поэтому я очень благодарен всей команде лагеря, всей, которая здесь, которой здесь нет. Я благодарю всю церковь, потому что те, которые не были в лагере, молились, Валентина Михайловна, Раисочка, все остальные. Спасибо вам, спасибо вам за ваши молитвы, за этот прекрасный тыл, который обеспечивает то, чтобы мы могли совершать то дело, которое Бог поручил. Молитва – это очень важное служение. И все знаем, что без молитвы ничего не происходит. Иисус молился в своей жизни. И мне очень вдохновляет этот пример Иисуса именно в Берсиманском саду, потому что это великий урок. Я сам его осознал, и я пользуюсь этим уроком. Когда пришло время, ему в самый пик его служения, когда надо было пойти на Голгофу, ему было очень-очень трудно. Ему было очень-очень трудно, и ему было настолько трудно, настолько большое давление было, он испытывал, что он даже уже сказал, если возможно, пусть не будет этого. Но он молился, он молился, и написано, что в молитве он был укреплен. Ему с неба пришли ангелы и укрепили его, чтобы он мог дойти до конца. И мы видим, что в этот момент, когда нам очень трудно, все, на которых мы опираемся, ожидаем помощь, они спят. То есть мы остаемся одни. Это часто бывает в жизни. Я думаю, что каждый человек, у которого уже опыт за плечами проходил эти моменты, что самые сложные моменты, мы остаемся одни, но мы не одни, с нами Бог. Но в это время нам надо взывать на небеса, взывать на небеса, и мы получаем укрепление. Я знаю, я проходил такое. Это не говорит, что там плохо, что оставил кто-то, или ты остался один. Это нормально. Это путь, к которому шел Иисус, и значит, все ученики Его тоже пойдут этим путем. Это неизбежно. Мы поддерживаем друг друга молитвами, мы боремся, но все равно мы самые трудные вещи, мы переходим наедине. Мы каждый это знаем, да. Мы живем, и рядом никого нет. Но Бог, Он всегда на небесах готов нас слышать и укреплять, укреплять. И тогда Иисус был укреплен, и Он выполнил Свою миссию до конца. Он совершил Своё дело до конца. И мы подражаем Иисусу. Халлелуя! Божьи дела, они очень важны, потому что Бог, Он ждет, что мы их выполним. Бог, который нам поручает, в наше дело, Он ждет, когда мы его выполним, и без него выполнить не способны. Но Он всегда с нами, Он с нами каждый день до скончания века, и я скажу про этот лагерь, Он был с нами каждый день в этом лагере. И действительно, для меня лично, это не было ни самым тяжелым, ни самым легким лагерем. Были всякие моменты, но достаточно напряженный все-таки был лагерь, особенно первые дни, где-то половина. Достаточно напряженно, там атмосфера чувствовалась сначала, не та, аппаратура не хотела работать. Но потом, помаленьку, все выровнялось, потому что кто-то молился, кто-то до этого постился. Мы готовились, мы делали эту работу. И сначала чувствовалось духовное сопротивление, реально чувствовалось. Потом последнее, и не уже было более спокойно и гладко все. Мы видим, что есть сопротивление делам Божьим, да. Есть Бог, который дает дело, и есть силы, которые не хочет, чтобы эти дела были совершены. Но наша задача – дойти до конца, победить, победить, победить силой возлюбившего нас Иисуса Христа. Я скажу свидетельству про первый день, когда мне надо было свидетельствовать. Вечером, первого дня, мне надо было просто прославление свидетельствовать. Я чувствовал атаку внутри, сильную атаку, чтобы это не делать. И я ходил, и это, ну так, вы знаете, дутреннюю борьбу, что есть духовная борьба, да. Ты идешь, ты знаешь, что тебе это надо делать, но ты внутри чувствуешь давление, и тебе все время думаешь, может быть, кого-то другого попросите. Думаю, вот Алиночка пришла мне первый день и сказала, я готова свидетельствовать. Но я знаю, я знал, что мне надо этот вечер свидетельствовать. Ну, это мысли, может быть, Алину попросите, она засвидетельствует. И потом я уже перед тем, как тогда выйти, я уединился в комнате, я просто стал молиться. Вот это пример Иисуса, да. Когда трудно, когда хочется сдаться, войти в молитвенное состояние и соединиться с Богом, с небесами. И действительно, Бог мне укрепил. И я просто вышел из номера, как победитель, я понял, да, я засвидетельствую. Потом я пришел к прославлению, и там я еще больше зарядился. И я засвидетельствовал. И когда я молился в комнате, Бог мне реально показал, о чем свидетельствовать. Я не знал до этого. Но этот мучительный процесс внутри, он был, да. И важно всегда не сдаться в этот момент, но молиться и получить укрепление от Господа, и победить. Я благодарю Бога, что эта сила от Него происходит, и что в Его силы мы можем побеждать. И прочитаем сейчас римлянам, отскроем 12 главу римлянам. И прочитаем первые два стиха. Я опять на лодишкам открыл номер. На русском, крест тоже. Римлянам 12 глава, первые и вторые стихи. 12-32. Итак, умоляю вас, братья, и тут можно добавить сестры, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Здесь мы опять видим, что Павел призывает людей к разумному служению. К разумному служению, и он говорит, что самое первое, чтобы это служение совершить, надо Богу посвятить себя полностью. Он говорит, что принесите ваши тела в жертву живую. Я понимаю, что это посвящение, что это посвящение себя Богу, и это, конечно, приходит только с веками. Я помню, когда я был в самые первые годы христианства, мне эта мысль очень пугала посвятить себя Богу, потому что дьявол рисовал такие картины, что ты действительно дурак, хочешь себя полностью Богу посвятить. Тебе вся жизнь твоя закончится, ничего не будет, твоя жизнь больше. И эти мысли атаковали, и я внутри понял, что я не готов посвятить себя Богу. Дошло время, Бог работал со мной, с моим сердцем, и пришло время, когда я созрел к этому, и я осознательно посвятил свою жизнь Богу. И это благодаря Богу, понимаете. Мы сами без Бога не можем даже посвятить себя Богу, когда Он приготовляет наши сердца, потому что Он ждет этого нашего добровольного посвящения. Ему ненажды, чтобы кто-то служил там под палку, да. Это не Божий принцип, и Бог ждет добровольного посвящения. Иисус пошел добровольно отдал свою жизнь. То есть не то, что Папа заставил его, да. Он добровольно. Он согласился с волей Отца. Отец сказал, есть только один выход, как спасти этих людей. Надо принести жертву. Иисус сказал, хорошо, Отец, я принесу эту жертву. Они договорились. Иисус добровольно пошел на эту жертву, и мы видим, как Ему было трудно в Герсимании, и Отец его укреплял, потому что это было так важно. Но если Иисус тогда сдался, мы, естественно, не сидели, наверное, даже не слушали, не общались, потому что все ради этой жертвы, все ради этой жертвы существует церковь, ради этой жертвы мы спасены, ради этой жертвы мы называем друг друга, брата, сестра, и воздадим Иисусу славу, халилюю, за эту жертву. Слава, мы благодарим Бог за это. Благодарим. И здесь Он говорит, что надо принести себе жертву, и это непросто, да, потому что действительно не каждую жертву Бог принимает, да. Мы видим уже Кайнавель, да, что есть жертвы, которые Бог принимает, есть жертвы, которые Бог не принимает. И потому откроем сейчас Малахи, третью главу, и прочитаем такое очень место, одно из таких любимых моих мест, которое мне очень нравится. Потому что оно очень глубокое. И оно говорит про Иисуса и про Его работу, про Его работу как первосвященника. И про нас там сказано. Малахи, третья глава, с первого стиха. Ой, опять, ну ты что. Трудно привыкнуть сразу к русской Библии. Малахи, третья глава. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савов. Это про Иисуса. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, и как шелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистить сынов левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Опять говорится о жертве, которую надо приносить Господу сынам левия. То есть это говорится о левии, вы знаете, что это были священники. То есть колено левия было колено священников. Если это приносить в наши дни, это про нас. Мы все священники. Мы все цари священники. Написано в Библии для Господа. Иисус нас искупил такими. Но Он здесь говорит, что Иисус переплавляет этих священников, чтобы эти священники могли принести Богу достойную жертву. И мы, когда Бог нас призывает, мы, я думаю, не способны ничего еще принести достойного. И благодаря этой работе Иисуса, как первого священника, что Он молится за нас, что Он сверху делает эту работу в наших сердцах, мы становимся способными приносить Богу блоги и более благоприятные жертвы. Я скажу, что и этот лагерь, и весь этот опыт, 14 лет служения, я вижу, как в этом каждом лагере Бог меня предполагает. Как за эти 14 лет Он сильно-сильно изменил меня через это служение. Я не скажу, что мне там легко. Не скажу, что мне там легко. Я часто там умираю для себя. И это и есть эта переплавка. Там происходит переплавка в моем сердце. Сейчас я это осознаю. Первые годы я просто мучился. Я этого даже не понимал. Сейчас я это осознаю. Когда я еду, я знаю, что мне будет тяжело. Я сознательно говорю, Господь, да, я этого желаю. Переплавляй меня. Переплавляй. Потому что я хочу тебе приносить угодные жертвы. Я хочу стать чистым сосудом. И это происходит, это болезненно, когда эта переплавка происходит. Это нелегко. Это внутренние такие болезненные процессы. Но они нужны, потому что именно таким образом Иисус готовит нас как священников, чтобы мы еще больше и больше могли приносить благоприятные Богу жертвы. И, в принципе, последнее место, которое мы откроем, будет Ефесаном 3 глава, 20 стих. И после этого мы будем молиться и выслушаем свидетельства других людей, которые были в лагере. Эфесаном 3 глава, это молитва Павла, тоже за церковь, в конце которой он говорит. С 20 и 21 стихи эта молитва завершается. И Павел говорит. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». То есть здесь мы видим, что Бог, который действует в нас своей силою, Он делает несравненно больше, чего мы просим и помышляем. Мы до конца не создаем эту работу Божию, да. Мы до конца не создаем эту работу, которую делает нас. В другом месте Бог про Себя говорит, Есаий, 55 глава, говорит. «Как выше небо над землей, так выше мои мысли над вашими мыслями и мои пути над вашими путями, да». В «Экклезиасте» тоже в 3 главе, не 3, а 11 главе Соломон говорит, что кто может уразуметь дела Божьи, да, кто способен понять, как образуются кости в чреве матери, да, кто способен понять, как действует Бог. В какой-то мере мы что-то понимаем, может быть, да, но это, я думаю, очень маленькая мера, потому что Бог, Он работает, и эта работа, например, в сердцах людей, никто же ее не видит физическими глазами, да. И именно в этом сезоне Бог по большому счету делает работу, ну, невидимую работу. Мы никто не видим, как Дух Святой работает в наших сердцах. Мы видим только такие проявления, ну, вот, например, как исцеление можно увидеть. Наш человек, например, если у него открылись глаза, это тогда видно, да. Или мне, например, вот я ходил вот согнутый, когда мне болел позвоночник, сейчас я выпрямился, да, но это видно, да. А то, что внутри Бог совершает каждый день и устанно, это мы не видим. И это характеристика этого сезона, да, потому что на следующем сезоне, когда начнется сезон суда, там, мы читаем в Откровениях, там все будет очень очевидно и мощно, и это будет, это будут очень, ну, видимые вещи, которые Бог будет делать. На советничный день Иисус сказал, Царство Божие внутри вас, да, внутри вас, и оно приходит неприметным образом. То есть все эти вещи по большому счету не видны, но через какое-то время мы способны сами в себе обнаружить, что Бог с нами поработал. Я уже другой, я уже регулирую в определенных ситуациях по-другому, да. Всем это известно, да, замечали, да, что через какое-то время мы способны видеть работу Божию у нас. И также, то есть мы видим, что у Бога есть долгосрочные программы, да, долгосрочные программы, и он там себя не рекламирует, он работает спокойно, да. А мы там переживаем, или там мучаемся чуть-чуть, или мы радуемся, да, у нас есть эмоции. А Бог, он сверху, да, производит эту работу вот через ситуации и через это служение, также лагерное. Я вижу, как он сильно меня изменил, и я вижу, как он меняет этих родителей и детей, кому мы служим. Вот я же расскажу маленькие свидетельства про этот лагерь, который мне очень, очень понравился. Один вечер мы сидели там в помещении, где у нас было прославление, и они колоялами там общались, и зашел папа, Михаил Беккерман зашел, у которого два сына и оба аутиста, и они уже долго в нашем лагере. И он подошел, и он стал начинать рассказывать, как трудно сейчас его старшему сыну, что там он стал, там, так, ну, его характер стал таким, ну, необузданным, да, что он стал там разный, ну, агрессивный стал, да, и ему стали там подыскивать разные препараты врачей, и то не подходит, и то не подходит, и то, что на данный момент нашли там, их тоже не устраивает. Мы видели, ну, какой неприятный вид у Максима, что-нибудь там слюня течет, и он, ну, нет, не такой, как раньше был, да, под этим на воздействием лекарства как уходит. И вот этот папа зашел, он рассказывает это все, рассказывает, рассказывает, мы слушаем его, и потом в конце, когда он закончил, я говорю, Михаил, вы согласны, помолимся сейчас за эту ситуацию? Я говорю, в Библии написано, что если двое или трое согласится что-то просить, то отец даст им, и он сказал, хорошо, и мы стали, кружок взялись за руки и молились. И просто, понимаете, это, 14 лет назад Наталья Борисовна предлагала этой семье лагерь, он категорически отказался наш лагерь прийти. Шло время, Бог его создал ситуацию, когда он просто был вынужден отправиться идти в наш лагерь, да. Его жена уехала в Англию, он остался один с двумя аутистами, сложными аутистами, и он просто не справлялся. И как раз в эту неделю был лагерь, и он отдал нас. Вот так он пришел, и после того, как он пришел, он больше после не пропустил ни одного лагеря, ни одного нашего мероприятия, он не пропустил. То есть, видите, это Божия работа. Но первые годы не было, какие молитвы, да. Ну, видите, как Бог, потому что еще и не было так сложно. Тогда оказалось сложные дети, но сейчас становится еще сложнее старшим сыном. И его сердце через это открывается еще больше к Богу, да. Мы видим, как и Наталья Борисовна свидетельствовала там лагерь, что она сейчас благодарит за Арину, потому что она видит, как Бог с его сердцем сильно работал через этого непростого ребенка, да. И так же с этими родителями. Они еще это не сознают, но Бог работает с их сердцами, и эти сложные дети, это благоспешенствует к тому, что их сердца становятся более смиренными, 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 открытыми к Богу. Вот то, что он пришел и согласился молиться, и он вместе с нами молился, не просто там, вы помолитесь, мы вместе молились, вместе с этим отцом, да, который еще не христианин, да, он еврей, да он уже готов молиться за своего сына. Слава Богу, воздати Богу славу, это его работа, это его работа, да, сегодня мы говорим о делах Божьих. И вот это мне очень радостно видеть вот эту работу Божью внутри этих людей, да. Да, я вижу, потому что, ну, мы же наблюдаем долгое время за этими, мы молимся за эти семьи, и мы, конечно, ждем все побыстрее, я лично все побыстрее хочу, и жду этого обещанного от Бога, действительно, великой славы, да, когда уже дети будут исцеляться и преображаться, но я смиряюсь тоже перед Богом, я жду, я знаю, я не могу ничего сверхъестественного сотворить там, да. Я могу делать то, что может моя рука делать, и это мы и делаем, и я знаю, что придет это время, и я знаю тоже, что Бог тоже мое видение раздвинул, потому что я, если вначале я там больше ожидал исцелений, то сейчас я вижу более шире это, потому что Бог мне это раскрыл, эту картину, что, ну, как вот мы читаем Евангелие, что 10 прокаженных пришло к Иисусу, он их исцелил, и лишь один там вернулся поблагодарить, да, то есть зачем такое исцеление, если потом люди ушли и все, забыли про Иисуса, забыли, что он исцелил их, я вижу, что Бог, он готовит этих людей к служению, да, он просто уже работает, вот годами работает с их сердцами, он готовит их к служению, я вижу, я уже на этих детей смотрю, как на будущих служителей, я знаю, что они станут вместо меня, когда я не смогу делать, да, эти дети, которые сегодня там, кажется, ничего не могут целеустремленного, нормального делать, они будут делать, они будут служить Богу, потому что Бог так выбрал, да, и Он готовит, готовит, готовит этих людей. Спасибо, дорогие. Сейчас я приглашаю Ариночку сюда, и она тоже засвидетельствует о лагере, что она пережила, какие ее переживания, и что она расскажет. Пожалуйста. Ну сначала я пару слов просто скажу. Сегодняшний день у меня начался с пророчества, я смотрела пророчества, Господь мне дал о грядущих временах, и, конечно, там ничего хорошего не ожидается, мы по откровениям знаем, и по слову Божьему, что грядет великая скорбь, и всякие финансовые катаклизмы будут, и это уже при дверях, и Бог сказал, что это постигнет мир, да, мир постигнет. Но когда вот мы сегодня пели песню, и Дух Святой мне говорит, как раз вот были слова, что мы желаем увидеть славу и силу Твою, и вот Дух Святой открывает то, что дети Божьи как раз и будут переживать вот эту славу, укрытие в Божьем присутствии во время вот этой катаклизмы, да, когда на землю опустится тьма. И я это все как бы в себе анализирую и думаю, вот сейчас был этот лагерь, это же живое свидетельство того людям, предупредить их, да, чтобы они были в руках Божьих, чтобы они находились в защите Божьей, чтобы в это последнее время они были защищены Духом Святым. И вот сейчас Мартинч сказал, и я опять получаю подтверждение о прокаженных, да, исцеление это круто, да, как мне давно уже Господь насчет Арины проговорил, что сначала мы бежим, мы когда приходим в церковь впервые, мы что, нам конкретно, да, вот исцеление дай, там, не знаю, жилье дай, да, там, машину дай, а потом, когда ты углубляешься в Господа, и ты понимаешь, что исцеление, оно уже есть, да, в крови Христа, просто по вере это надо получить, но самое важное, спасен ли ты по вере, спасен ли ты по вере, да, не по делам, а по вере. И вот эту веру мы показываем в этом лагере. И вчера было еще, хочу сказать, пастору большое спасибо, и Скайдрита и Гуннеру, потому что для многих людей вчера было большим удивлением, как бы и подтверждением славы Божьей, как в это время наше, да, тяжелое, можно служить не себе, а другим. То есть сегодня все гребут под себя, но вчера люди увидели вот этот хлебосольный прием, да, вот эту открытую веру, вот когда действительно ты наполнен Иисусом, ты это показываешь всей своей жизнью во имя Иисуса Христа. И этот лагерь, Мартин, что же, я вот слушаю тебя, думаю, наверное, мы все проходим одно и то же, как бы, да, как люди, потому что у меня то же самое было. Это впервые за 14 лет в меру обстоятельств своих в связи с работой мне пришлось половину пропустить, и вторую половину так уже внутри, думаю, ехать, не ехать. Ну, естественно, дьявол говорит, ну, что нам ехать-то уже? Там осталось пару дней уже, пусть. Есть люди, которые с Ариной все, но вот эта любовь к Богу, да, любовь к Иисусу, нет, я должна быть на том месте, где Господь. И получаешь подтверждение, что ты делаешь правильный выбор. Когда ты идешь за Иисусом, ты всегда победитель во имя Иисуса Христа. И сейчас Ариночка расскажет. Добрый день, дорогая церковь. Иисус, Господь. И вели Господь и достохвален во имя Иисуса Христа. Слава Ему, честь и хвала. И вся жизнь принадлежит только Ему. И хочу тоже сказать про лагерь. Спасибо, во-первых, Богу за лагерь, что я рада, что я не просто так приезжаю в лагерь, а я приезжаю в лагерь, чтобы служить Богу. И я вот, например, вот сижу дома, одна и говорю, Господь, ну, сделай так, чтобы я поехала в лагерь, сделай так, чтобы я послужила людям в лагере. И Бог отвечает на мои молитвы. И Бог всегда верный. Он не молчащий Бог, потому что молитва творит чудеса. И я вот вставала утром и всегда молилась за сегодняшний день, Господь. Благослови сегодняшний день. И говорила Господу, и что-то хорошее произойдет от Тебя. И я провозглашаю, что в этом лагере будут чудеса происходить. И произошло такое чудо, что в лагере приехала пастырь из Голубины, Олга. Она тоже свидетельствовала. Вот, и так как мне на сердце тоже пришло, что вот Марта сказала, что концерт талантов будет, и мне на сердце пришло стихотворение зачитать, учись. Не знаю, почему Господь повел меня на это. И не зря я ехала в лагере. Что мне было выбора? Остаться в Ливонах или в лагере ехать? В лагере ехать. И слава Богу за этот лагерь. Во-первых, скажу Мартинчу спасибо, что вы организуете лагеря. И вы не зря организуете лагеря для детей-инвалидов. И уже лагеря не для детей, а для взрослых. Но написано в Библии, будьте как дети во имя Иисуса Христа. И так как мне спрашивали, что понравилось тебе, мне все понравилось в лагере. Мне понравилась погода хорошая. Ну, дождь шел, это ничего страшного. Ну, нужен дождик, но погода была хорошая. И, конечно, не хотелось уезжать из лагеря, потому что нравится везде побывать. И спасибо Господу, что Он укреплял меня. Я не уставала, хотя экскурсия была целый день. Но я говорила Богу, спасибо тебе, что я не уставала. Он дает силу. И как песня пела, сила Божья чудотворная, драгоценной крови Иисуса Христа. И так как я вот молилась и призывала кровь Иисуса на людей, кровь Иисуса на детей. И я молила Богу, чтобы Он привел новых детей, новых людей. И так и случилось. Вот ты говоришь словами, что Господь творит чудеса. Он слышит молитвы. И верю, что Он приведет новых людей, новых детей. И бац! И Он привел новых детей в лагере, новых людей. Спасибо Господу. И я молилась, чтобы Господь нашел мне людей, с кем бы я могла быть в лагере. И нашел. И Санту. И Санте спасибо, что она мне помогала, и Наташа Магуна, и всем людям спасибо, что за мной присматривали и помогали мне во имя Иисуса Христа. Ведь Бог не такой, чтобы кто-то сидел вот один, без помощи. Это дьявол, а Бог не такой. Он добрый Бог. Он утешитель. Бог послал Духа Святого, чтобы утешить людей, чтобы учить людей, чтобы наставлять людей во имя Иисуса Христа. И я верю, что ранами Иисуса Христа я исцелена, и дети исцелены, и родители исцелены во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Слава Иисусу Христу! Амин, амин. Амин, амин. Вы знаете, действительно, вот как Мартинч говорила, что мы часто ожидаем от Бога какого-то явного, да, вот увидеть явно какие-то там исцеления и все. Но Бог действительно производит сначала изнутри, и потом уже наружно. Я, например, получала много свидетельств в этом лагере, что какой-то ребенок не разговаривал, он заговорил в течение лагеря, да. Или у кого-то были какие-то страхи даже перед поездками, да, какое-то нежелание выезжать. Но вот эта атмосфера, вот понимаете, как Эви, да, говорила, что Эви-то говорила, человек, который долгие годы служит во многих лагерях, человек, который давно верующий. То есть у нее огромный опыт по лагерям. Но она говорит, что ваш лагерь чем-то выделялся среди всех лагерей, потому что вот атмосфера какая-то другая. Уж если это переживают верующие, насколько это сильно переживают те, которые на пути, да, еще к спасению. Поэтому ничто не зря, ничто не зря. Дух Святой с каждым отдельно работает человеком во имя Иисуса Христа, за что Ему и большая благодарность. Аминь. И еще, да, я молилась, я говорю, Господь уже сделай так, чтобы лагерь в следующем году был уже на две недели. Это многие, кто так желают, на две недели. Аллилуйя. Юлечка, пожалуйста. Слава Господу. И если в плане вот чем-то особенный лагерь, мне даже самой стало интересно. Я подошла к авиации и спросила, а в чем ты видишь особенность? Она сказала, что это дети, которые не соперничают между собой. То есть даже концерт прошел, говорит, каждый выступил, чувствуется, что он это сделал с любовью. И просто, ну, поделился талантом, который есть. И даже мне откровение пришло, что так это же есть, вот эта естественная платформа для чудес, она уже есть в нашем лагере. Это дети смиренные. Аллилуйя. Слава Господу. В этом она особенно и есть. Да, за свидетельство в этом году. Ну, Бог дал благодать такую. Кстати, я вот понимаю, что это ответ Арины. Я смотрела за абсолютно новой девочкой, которая первый раз в году, первый раз в этом году была, Алиса. И я скажу, что и до, и в первые два дня мне очень сложно было. И я понимала, какая-то ответственность, потому что это несложный, нелегкий ребеночек. Вот, оптический аспект, и сложный. Она не говорящая. И, ну, слава Господу, все-таки, слава Богу, что была обратная связь с мамой. Я все спрашивала, как. Хотя до этого все она объяснила, все рассказала, но по практике. Ну, она дала такое, ну, она про это проговаривала, такой нюанс, который мне нужно было использовать. Ну, проговаривать определенную мысль. И она тогда успокаивалась. И я скажу, что какие два с ней произошли, я считаю, это чудо Божье. Пусть это не на таком физическом уровне, как мы, опять же, ожидаем, да, но Бог знает, он мало-помалу работает. И родители, кстати, с этим тоже согласны. Действительно, мало-помалу преображают этих детей, которые уже не первый год. Ты, кстати, Аленочка, вот думаешь, как ты служишь Богу? Вот мы, вы видите, да, вот она сейчас стояла за свидетельством. Вы чувствуете в ней любовь? Вот это самое главное, Арина, чем ты служишь уже, даже здесь и в лагере, где бы ты ни была. Ты несешь Божью любовь. И вот именно Алиса, ты помнишь, что первый день она хотела ее обнять. Она достаточно нетактивный ребенок. Она даже меня, вот если я к ней прикасалась рукой, да, она вот так шумалась. Ну, не убегала, но вот ее реакция вот такая была. И когда Арина в первый же день сказала, что я тебя люблю, Алис, хочу тебя обнять, и я с отраганием, ну, я уже думаю, если что, я приготовлюсь, чтобы в ней не было никакого момента, ну, какой-то реакции такой агрессивной, ну, как бы, ну, то есть не тоже агрессивная, она любила. Просто чтобы Ариночку тоже не обидел, потому что она действительно с любовью, с искренним сердцем, но вот она еще и при этом все Марину ведомо Духом Святым. Она не в первый день ее обняла, а во второй день, когда Алиса уже привыкла к все-таки, весь момент, любой ребенок привыкает к новому месту. И во второй день они рядом сели, и она ее, говорит, можно? Давай. Она ее приобняла и сказала вот эти слова, сказала теплую, я люблю тебя, Алиса, ты хорошая, благословенная, она такая. И Алисе не было вот этого реакции, что нет, не обнимай меня, да? Она так, ну, приняла. Да, приняла, так что внутри я что-то продумала. И уже на следующий день она меня приобняла, и на другие дни она уже, все, кто вот рядом окружала ее, она обнимала, приобнимала этих людей, и обнимала, и приобнимала. Это при том, что первый день, когда мы ее, ну, все вошли, мы ее привели, это было открытие лагеря, она просто ушла с этого места. Вот Мартин еще с ней пошел, потому что у меня же была игру, ну, игру с детками знакомства проводить. Вот, то есть вы понимаете, как все-таки сложный ребенок, и вот она уже, вот я говорю, на третий день, она уже шла на контакт приобнять. Ну, у нас такой цели нет, вот она потом сама это проявляла. Она реально сама проявляла. Я ее не обнимала специально. В прославлении, и когда в прославлении, она вообще ребенок из христианской семьи. Ну, вот у каждого есть свои моменты, особенности, свои какие-то преобразования, свое время. Ну, вот такой моментик у нее остался, хотя ей уже, ну, более 30 лет. Вот, и, да, вот то, что она, вот, пошла на контакт до этого объятия, сама пошла на это. И вот второе, что в момент, да, ну, я уже сказала, сказала, что она не входила в зал, и на полный третий день, в среду, да, кстати, хочу заметить, спасибо за гостей, которые Мартинч приглашает. Это тоже в этом есть какая-то своя изюминка. И изюминка, и сила. Когда вот к нам-то детки действительно все-таки уже привыкают с годами, а когда новый человек, в этом есть что-то такое особенное. И это была пастор из Гулбана. И я смотрю, она в конце молится за людей, думаю, почему бы я и Алису не подвезти. Вот, и Алиса, вот, вот, тогда, да, Алиса еще так, 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 да, на молитву так реагировала, эта женщина. Но потом в какой-то момент она остановилась, ну, не дергалась, так и принимала. И на следующий день она вошла в зал. Она вошла в зал. И уже больше не выходила. Ну, сколько надо было, в смысле. И в прославлении, и в игр, и занятия сделали вместе. Хотя первое занятие мы не делали. Вот, да, и, ну, просто я семью это знаю уже давно, и я знаю, что ей, Алисе нравится прославление. Просто я не видела в те годы, чтобы она там прыгала, да. А вот здесь она, именно ее реакция была, что она вот подпрыгила лишь. Ну, то, что ей нравится, она подпрыгла, это не вот такая вот реакция. Да, мне нравится за этот период в лагере Качели. Она тоже радовалась, прыгла. И то, что ей нравится, она прыгала. И воркули, если еще не понравились Вот, поэтому слава Господу Ариночка, я тебя благословляю И все тебя благословляем Ты уже очень большое несешь Служение людям А это самое главное, что может быть более чем Любовь Божья Продолжай в этом двигаться И как тебя Господь ведет вести Слава Господу Ему хвала За то, что он совершает в этих детках И пожалуйста, Николай Да, очень много Присоединяюсь Соглашаюсь С тем, что вот Господь делал В лагере, это действительно Каждый день было чудеса Его И то, что Господь являет Себя Духом Святым Через Церковь Тело Его, он глава Руководит нами, я действительно вижу Слава Господу за каждого служителя И Сам тоже видел Действительно, да И в жизнях детей Как Бог меняет Действует Высвечивает Всю тьму И что там находится в ней И так же самое Просвещает и очищает Действительно И не было так Что становилось Хуже, хуже, хуже Наоборот Было Лучше, лучше, лучше С каждым днем И исходя из того Что мне говорили Тоже там По поводу детей За прошлые годы Как они себя вели И вот я первый раз был В этом лагере И вообще Слава Господу Что Вот такой вот он мир Дает И что эти Силы тьмы Демоны и бесы Они не имеют там власти Когда вот Божьи люди Рядом с этими детьми И Аминь, да Аминь Я расскажу Своё свидетельство Ну как я Пришел Когда пришел к Богу Когда принял Иисуса Я обещал Богу Если ты такой есть Если ты меня освободишь От этой зависимости Которой мне было Я буду тебе служить И буду верить тебе И служить всю жизнь Так сказал Богу Если ты такой есть Я не верил Преди этим Богу Но Как мне Он освободил Эта зависимость Которая у меня была Я поверил ему И начал Ему служить Святой Дух Так Когда зашел Меня так сделал Внутри меня Что Мне все время Хочется служить У меня такое состояние Что Мне хочется служить людям Хочется идти Эмогализировать Мне все время Есть побуждение Служить И Когда я узнал Что такое лагерь Я узнал Что есть этот лагерь Я поехал Ну На этот лагерь В прошлом году В прошлом году Так получилось Что мне Там мало Что надо было делать Потому что Это девушка Ради кого я поехал Она там Сама Справилась С им Просто Ей надо было От матери Уехать Чтобы она Привыкла Быть без мамы И она Там привыкла И мне там Мало что Ну так Помогало Что чем-то Мог Мало что Надо было делать На этом году Мне поручили Смотреть За ребенком Который Духовно Больной Такой Ну С рождения Да И Думал Как я справлюсь Ну я знал Если буду служить Любить Человека Я думал Я справлюсь Потому что Где есть любовь Там есть Бог И Бог Поможет мне И я думаю Буду дружиться С ним И если он станет Моим другом Этот парень Он Ну Примет Меня И я Смогу С ним Общаться И помогать Ему Чем я могу Помогать И так и случилось Он стал Другом моим Этот парень И И без меня Никуда Не хотел Даже уходить Потом Везде Искал меня Я хотел Чтобы Один Пробил Где-то Но он Все время Спрашивает меня Чтобы я был Рядом С ним Я с Богом Уже Восемнадцать лет И я нигде Нигде Не видел Такую любовь Как в этом лагере Ну вот Такую любовь Физически Я не почувствовал Ни одной церкви Как там Даже Ну Физически Можно было Чувствовать Эту любовь Присутствие Бога Потому что Бог есть Любовь Где есть Любовь Там есть Бог Без любви Бога нет Если нет Любови Бога нет Где есть Свет Там есть Бог Там все От рима Уходит В прошлом Лагере Как-то не заметил Но я В этом лагере Видел Что родители Тоже славят Бога И поют Песни Я думал Вначале Такого не было Я так понял Они Были без Бога Сейчас уже Участвуют Прославления Мамы Отцы Ну не все Но я надеюсь Скоро Будет все Участвовать И прославляет И Говорит По Богу И молится Да Это благодаря Твоей служении Я без вас Ничего Не бы мог Совершить Друзья Это командное Служение Я очень рад Что Чтобы С церковью Это можем Делать И я благодарю Что в этом году Новый опыт Андрис Приобрел И Юля И Николай Первый раз Был в лагере Алла Первый год Это было Прославление Бог творит Все новое Действительно Он творит Все новое И как уже Говорили Сперва Он творит Внутри Все новое Внутри Все новое Нам бы хотелось Может быть Вокруг Все видеть Новое Но Все оттуда Все начинается Из внутри И это Слава Богу Он так устроил И мы просто С этим соглашаемся Сейчас просто Есть такое желание Спасибо Спасибо Всем Кто засвидетельствовал Спасибо Всем Кто служил Помолимся И что Поблагодарим Бога Лагеря И благословим Эти семьи Пусть Божья работа В сердцах Людей Продолжается Да Станем Мы просто будем Ходатайствовать Господь Мы благодарим Тебя За это служение Которое Ты нам поручил Делать Мы благодарим Что мы как церковь Можем это делать Что люди Отзываются Этому служению Что люди едут И становятся Ассистентами Детей и детей Что люди Которые Остаются в Риге Молятся за нас Мы благодарны Господь Тебе Что действительно Одна семья И одна команда И мы благодарим За Твою работу Господь За Твою работу В наших сердцах Как в сердцах Твоих детей Что Ты очищаешь Нас через это Служение Что Ты Господь Переплавляешь Наши сердца Мы благодарны Тебе Иисус Благодарны Что Ты готовишь Нас Что мы могли Богу Получиться Более и более Приятные Жертвы Мы благодарим Тебя Иисус За Твою работу В сердцах Этих людей Мы благодарим Что мы видим Эти перемены В сердцах Родителей Что мы видим Эти перемены В сердцах Детей И даже Если что-то Ухудшается То Ты Господь Это обращаешь Во благо Ты работаешь С сердцами Людей И смирение Возрастает В сердцах Этих людей Мы как Твои Священники Как Твоя Церковь Благословляем Господь Каждую семью Которая была В лагере Мы благословляем Родителей И детей И призываем Кровь Иисуса Христа На Божию Судьбу Для каждого из них И мы благодарим Господь Что Ты начал Своё доброе дело В их сердцах И Ты совершишь Ее Господь И Ты Ее совершишь И Ты Господь Проявишь Свою милость И благодать К этим сердцам И они познают Тебя Как Ты благ Они вкусят Как Ты благ Господь И они будут Служить Тебе Мы благодарю Господь Что эти дети Будут продолжителем Этого служения Я благодарю Господь Тебе Что это Ты Открыл нам И что Это совершишь потому что мы это не можем совершить, но Ты, Господь, все, что обещал, Ты совершишь, потому что Ты верный Бог во имя Иисуса Христа. Амин. И я скажу, что Бог действительно верный, Бог, я это вижу каждый год по погоде. Представляете, в этом году погода была как никогда экстремальная, ну не скажем экстремальная, контрастная очень. Здесь в Риге было экстремальное, в Ялгаве мы там читали, у нас там было более-менее спокойно, да. Вот сейчас тоже я утром шел сюда, я вижу, везде отломленные ветки лежат, везде отломленные ветки лежат. У нас такого не было там, да. Ну и там спокойно прошло это. И вся программа лагеря состоялась, ни одно мероприятие не было сорвано, хотя я понимаю, что погода может испортить все, понимаете. Вот все благие намерения, не такая погода, все может испортиться. Но такого не было. Слава Господу, Господь, мы благодарим Тебя за прекрасную погоду, за то, что Ты дал нам все в своем время и в свою мере. Это действительно так. Я это вижу каждый год, я вижу в этом верность Божию. У меня нет запасного варианта Б, понимаете, мне нет. Я в этом лагере даже не могу этот запасной вариант везде сделать. Вот мы едем в экскурсию, если там начнется дождь, что я буду делать? Все там, крах, да, все испортится, но Бог не допускает этого. Дождь идет, когда мы в поезде, когда мы в автобусе, да. Или там чуть-чуть мы получаем, может быть, где-то, но не так, чтобы сорвалось мероприятие. Я вижу везде эту руку Божию. Это Его верность. Слава Ему за это. И да, воздадим Его славу. Я очень рад. И мне уже с каждым годом более прикольно и прикольно становится за этим наблюдать. И я смотрю, как эти папы, они нервничают за эту погоду. Они смотрят в своих телефонах прогнозы. Я вообще на прогнозы не смотрю. Я не смотрю, что-то будет. Я знаю, что Бог устроит как надо. Они подходят ко мне, показывают. Мне говорят, смотри, там завтра такой-такой дождь будет. Завтра весь день будет дождь. Он говорит, давай поменять программу. Потом они там, говорит, подходят, говорит, завтра будет единственный день, когда не будет дождя. Они говорят, потом опять будет всю неделю дождь. Ну просто я так стою, я молчу просто. Я молчу, потому что я говорю, все будет хорошо. Не расстраивайтесь. Бог поиспокоится. И так и есть. Бог все устраивает. Но они от этих прогнозов вот нервничают. Реально нервничают. Я просто думаю, какая милость Государь, что ты даешь мирность. Это что я могу уповать на тебя, что мне не надо смотреть эти прогнозы. Потому что я знаю, что прогнозируют люди, а ты создаешь погоду. Ты отрегулируешь все как надо. Так что слава Господу. И так как сегодня мы говорим о делах Божьих и читали, да, что Бог хочет, что мы себя принесли в жертву, да, и Иисус работает в наших сердцах, что мы могли Богу принести благодные жертвы. Сейчас я тоже будем совершать жертву приношения Богу. И я скажу еще свидетельство от этого лагеря. Два раза, когда я видел, как реально жертва меняет атмосферу. Это был второй день, когда мы поехали в экскурсию. И у нас на второй день мы посещали такое поместье Лытена. И, в принципе, когда я готовился к лагерю, то, что я прочитал про это Лытена, мне казалось, что там, может быть, на полчаса и ко мне там чуть-чуть остановимся. И там была женщина, которая нас встречала, как гиблия, договорился, что она встретит и чуть-чуть расскажет про это поместье. И мы договорились тоже о цене. Она сказала, ну, я спросил, какой там гонорар вам, за это она сказала. Я подготовил ей там конвертик этот гонорар. И как мы приехали, я сразу ей отдал этот конвертик. И вот она начала там экскурсию везти, там, про поместье, и потом мы пошли в парк там гулять. И она где-то быстро уже подошла ко мне обратно и говорит, я, она говорит, я не знала, что тут будет дети-инвалиды. Она говорит, я не буду брать эти деньги. Она вернула мне этот конверт. Я говорю, нет-нет, это же вам, мы договорились. Она говорит, нет-нет-нет, я не буду брать. И она дала этот конверт, я почувствовал, что надо принять. И вот этот ее акт, это была жертва. Она пожертвовала своим заработком. И это поменял атмосферу настолько, что мы там пробыли полтора часа и не хотелось уходить. Вот там была такая атмосфера умилостовления. Просто все, все там двигались спокойно по парку одному, потом по второму. И атмосфера была такая, не хотелось уезжать оттуда. И это сделала жертва, она изменила атмосферу. Вот эта жертва, жертва этой женщины изменила атмосферу. И потом вечером был второй момент. Мы там были в Минезо. И один из пап, который сказал, что он хочет весь лагерь угостить мороженым. И он тоже пожертвовал сам деньги, 50 евро. Сказал, я всем угощаю. И каждый, там был, ну вот этот холодильник, ящик этот, да, и там где-то 10 сотов холодильников. И каждый мог пойти выбрать, который хочет, да, и не платить за это. Это все удивлялись тоже. Всем было очень приятно. Это тоже была жертва этого папы, да, который тоже сделал атмосферу такой приятной. Да, все просто наслаждались. Я просто увидел этот принцип, да, Бог у нас установил эти духовные принципы. И даже неверующие люди могут совершать по этим принципам действовать. И это работает. Атмосфера меняется, понимаете. Поэтому просто я увидел, как иногда мы, ну, мы настолько иногда привыкаем к этому вот жертвоприношению, что нам кажется, это ну там, ай, ну там что-то. Это неправильно, да. Это действительно большое священное действие. Бог установил это, что когда мы жертвуем чем-то, Бог реагирует на это. И это, если это ему благоприятная жертва, да, то есть реакция, меняется атмосфера. И сейчас я тоже, вот там, вынесите стульчик, да, я положу этот жертвенник, и будем подходить и жертвовать, Богу жертвовать. И это всегда, да, и не стульчик, о, не шел лучше стол, да, не стульчик. Спасибо. Господь, мы благодарим Тебя за этот жертвенник. Мы благодарим, что Ты, Господь, это установил, этот принцип жертвоприношения, Господь. И Ты сам сделал самую великую жертву, Ты отдал Своего Сына, Господь. Своего Сына ради искупления наших грехов. Мы благодарим за жертву Иисуса Христа. И мы благодарим, Иисус, что Ты переплавляешь наши сердца, чтобы мы могли приносить Богу угодные жертвы, Господь. Мы благодарим Тебя за этот жертвенник, за эти принесенные жертвы. Мы благодарим, Господь. Мы это посвящаем Тебе, мы просим, прими это, прими, Господь. И пусть это будет благоуханием для Тебя в этот день, Господи. И размножить эти финансы, чтобы действительно все расходы церкви были покрыты, и чтобы все расходы лагеря тоже были покрыты. Мы Тебе доверяем, Господи, уповаем на Тебя, потому что Ты верный Бог, и Ты нас никогда не оставляешь. Но Ты, Господь, даешь все правильное время и в правильных объемах. Мы Тебе благодарим и прославляем Твое Святое Имя во имя Иисуса Христа. Амин. Спасибо, дорогие. И, может быть, у нас еще можем спеть, прославить Бога с песней какой-то у нас Юлечки сегодня, да? Спасибо, Юлечка, за утренние прославления. И еще прославим Бога, хочется славить Его больше. Не знаю, я как-то тоже чувствую, с временем раньше эти проблемы подавляли очень. Финансовые, нерешенные какие-то вопросы. Сейчас я чувствую мир в сердце, больше в мире. И просто хочется славить Бога и благодарить, что Он верный Бог, и Он все на эти проблемы решает. Бог Всехогущий держит руку во мне, Сияет Его слава во мне. Иисус Христос. Бог Всехогущий держит руку во мне. Увидит Божью славу через тебя и меня Весь мир увидит его любовь Весь мир увидит Божью силу Весь мир увидит его любовь Весь мир увидит Божью славу Через тебя и меня Весь мир увидит его любовь Весь мир увидит Божью силу Весь мир увидит его любовь Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Ой, аллилуйя, Господу Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Ой, аллилуйя, Господу Иисусу Христу Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Господу Иисусу Христу за каждое чудо Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Ой, аллилуйя, Господу Тебе хвала Господь, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Тебе хвала, ой, аллилуйя, Господу, Сусу Христу. О, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, Господу, Сусу Христу, за каждое благотворение Твою. За каждую минуту благодарю Тебя, благодарю Тебя, спасибо Тебе, Господь, за каждое чудо. Спасибо Тебе, Господь, за каждую защиту Твою. Спасибо Тебе, Господь, за благотворение, за благотворение, за благотворение. Слава Тебе, благодарю Тебя, мой Господь, благодарю Тебя, мой Иисус. Ты верен, ты верен, ты верен, слову своему ты верен. А мы уповаем на слово Твое, а мы уповаем на слово Твое, и верим ему. Слава Тебе, за победу в Тебе, за скупление в Тебе, за свободу в Тебе, благодарю Тебя, мой Бог, Господь мой. Мой Бог, Господь мой, Тебе, Тебе, Тебе хвала, Тебе, Тебе хвала. Вечная хвала, да будет Тебе, Тебе, Тебе хвала. За каждую секунду Тебе, Тебе хвала, мой Господь. О, хвала. О, хвала Тебе, хвала Тебе, за Твою руку. Надо мной всегда, всегда, Тебе хвала. Тебе хвала, Тебе хвала, Тебе, Тебе хвала. Ты верен, мой Господь, спасибо, благодарю. Тебе, Тебе хвала, Вечная, вечная, вечная хвала Тебе, хвала Тебе, Вечная хвала, милеумущная. Из моих уст до всегда, Льется хвала, вечная хвала. Вечная хвала Тебе, Господь, слава. За каждый день в жизни моей Тебе, Господь, слава. За каждую минуту Тебе, Тебе единому. Хвала, хвала Тебе, Тебе единому. Хвала, мой Господь, хвала, мой Иисус. Да, Тебе хвала, да, Тебе хвала, да, Тебе хвала. Вечная хвала, вечная хвала. Дарю за Иисус моих, Дарю за Иисус моего, Вечная хвала Тебе, Это твоя рука, меня правила. Это твоя рука, меня сохранила, Меня убегла, спасибо. Льется хвала Тебе! Льется хвала Тебе, 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 Тебе. Ао... Целая, цель, цель. Слава Богу! Слава Богу!